Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера из Финляндии. И видео назвала специально. Люди думают, ну что же такое финны начали покупать, ну что же финны стали делать в своих квартирах. Ну и начнем с того, что конечно многие в прошлом году, кто-то остался весной, кто-то остался летом на удаленке, люди не ездили больше на работу. Ну и вот представьте, если вот такой человек просыпается утром, ну многие завтракают, многие не завтракают, они приезжают на работу. У них на работе на первом этаже есть кафетерия, где можно купить кофе в стаканчик, круассант, булочку, сампуля, как говорят финны. Вот как говорится завтрак. Ну кофе стоит и 3 евро, и 3,80 в зависимости какой стаканчик и какая фирма. Ну и булочка стоит 4 евро, может стоить и дороже. Вот посмотрите, сколько денег человек потратил на завтрак. Ну и конечно в 12 часов в час у них ланч, они идут отобедать, либо в какую-то кафетерию, либо в ресторан. Ну ланч может стоить 9 евро, 12 евро, смотря опять же какой же ланч. Ну и Илтопаева Кахвет, вот этот дневной кофе, опять покупается какая-то булочка, шоколадка и так далее. Да, человек может потратить 20 евро и больше вот в этот день, если мы посчитали, он купил завтрак, обед, ну и перекус какую-то булочку, ну и приезжает домой. Многие опять не заморачиваются и покупают готовую еду, которую кидают в микроволновку и так далее. Ну и вот представляете, такой человек остается работать на удаленке, он не ездит на работу, он варит утром кофе дома. И когда я записываю видео и говорю, что в Финляндии поднялось употребление мяса, мне один товарищ написал, ну что же они теперь были вегетарианцами, а теперь все стали, как говорится, ровно есть мясо. Нет, я думаю, что не из-за этого увеличилось употребление в Финляндии мяса за последний год, эти новости были по телевизору показаны. Просто люди стали больше сидеть дома, ну и мне кажется, мясо приготовить это самый идиотский способ. Его можно кинуть в рукав с картошкой, с морковкой, с луком. Финны это делают очень часто, либо запечь в духовке, опять же, с какими-то гарнирами, теперь все есть только вынь из морозилки, из холодильника, кинь на какой-то противень. Все написано, даже для дураков, которые готовить вообще ничего не умеют. Ну и теперь, конечно, в интернете столько всяких рецептов, даже такой человек, который в жизни куска мяса не держал, тоже это мясо в духовке умеет запечь. Ну и, конечно, программы теперь, когда открываешь телек, на каждой программе кто-то что-то жарит, парит, украшает пирожные и так далее. Конечно, люди сидят дома, и так как рестораны многие закрыты были многие-многие месяцы, конечно же, кушать хочется всегда. И, может быть, цветочные магазины поэтому были столько закрыты, но, как говорится, кушать хочется и утром, вечером, и каждый день много раз. Поэтому вот такие передачи пользовались спросом, и я думаю, что мясные магазины в Финляндии не держали в это время убытки. Ну и когда люди сидят дома, они работают на отдаленке, конечно, есть большие квартиры у людей, есть какие-то кабинеты и так далее, но многие сидят на кухне. Ну и вот, представляете, такой человек сидит и месяц на этой кухне, и два, и три, а кто-то сидел уже год. Ну и, конечно, зарплату все равно люди покупают, хотя они не ездят на работу, они занимаются работой своей удаленно. И вот сколько денег сэкономлено на кофе и пицце, на ланчах, на перекусах и так далее, плюс одежду покупать не надо. Ты можешь сидеть в старых трениках, ну и если какой-то палвере, вот такое собрание по этому же компьютеру, ты можешь вообще сидеть, как говорится, в трусах, одеть только футболку, низ у тебя никто не видит. И когда я записываю видео, что школьники занимались тоже удаленно, и вот такой голый папашка прошел за ребенком, и тогда были большущие-большущие собрания во всех школах, и, конечно, ноту написали родители, что что это такое за хулиганство. Вот такой голый отец прошел за ребенком, он не видел, что с той стороны компьютера была учительница. Ну, может, кто-то и посмеется, но я, конечно, тоже прикольнулась над этой новостью и сказала своему мужу, ну, слава богу, что учительница, может быть, сидела до 40 лет и в жизни не знала, что откуда, как говорится, вот такое дело может быть. И тут, увидев голову мужчину, ну, может, у нее вся жизнь поменяется, конечно, с позитивом на эту новость нужно было тоже посмотреть, но этого папашку тогда загнобили и затравили, что вот как он безрассудно тогда за этим ребенком прошел голышом. Ну, он шел в своей квартире со своего душа, он имеет право ходить голый по квартире, это никакая не проблема, но кто же знал, что вот такая система есть. Да, удаленка многим принесла и удобство, и неудобство, и, конечно, многие обратили внимание на свою кухню, где они сидят. Да, там может быть старый холодильник, магнитики уже давным-давно в помойке, но вот эти черные разводы на холодильнике от этого магнита могут оставаться, ну, и, конечно, обшарпанные ручки и так далее. И начинается в Финляндии бум, ремонт кухонь. И моя подружайка позвонила мне, Оля, я вышла в отпуск, купила вот такой электрический велосипед и подумала, ну, куда поехать мне вот на этом велосипеде, можно приехать к тебе. Я говорю, с Ато приезжаю, я сижу на улице, у нас такие хорошие деньки, кто любит солнце и воду, конечно, очень красивые места есть в Тампере, но я думаю, что во всей Финляндии, если даже вы не загораете, не лежите на какой-то на подстилке, вот просто сидеть на улице, такое наслаждение, конечно, такие деньки, это большая редкость Финляндии. Ну, я говорю, что приезжаю, вот на этом электрическом велосипеде она приехала, и так как она работает вот в таком магазине, где продают кухню, она мне рассказала, что, Оля, ты не поверишь, у нас просто в процентах выросла продажа кухонь, двухмесячная очередь люди ждут, чтобы получить новый холодильник, новую плиту, то есть кухня, в принципе, на складе есть, их могут установить когда угодно, но нету холодильников, нету плит, и много раз, когда они продают кухню, они говорят, что оставьте место для нового холодильника, для новой плиты, оставьте старый холодильник и пользуйтесь им, потому что в течение двух месяцев только могут поставить новые холодильники, новые плиты. Вы можете себе представить, вся Финляндия рванула делать ремонт кухонь, и я удивляюсь, что даже в моем спальном районе, где живу я, я насчитала пять мест, где можно заказать кухню, но мой муж меня поправил и сказал, Оля, ты забыла, даже в Гиганте теперь, в магазине, где продают электронику, там есть вот такое Кейтио Сунетелло Писте, я говорю, ой, точно, я забыла, то есть теперь кухню можно купить везде и всюду, что, да, кухня это сейчас вот такой бум в Финляндии, вот на эти деньги, которые люди сэкономили, работав на удаленке, они хотят куда-то потратить, ну и да, кухня это такое дело, конечно, кухня бывает очень быстро выходит из строя, и за ней, конечно, нужно ухаживать и так далее, ну и каждый магазин пытается заманить покупателей, из Икеа приходит сообщение, придите, купите кухню, за каждую тысячу евро, то, что вы потратите на кухню, вам будет ваучер 100 евро, и на эти деньги вы сможете купить какую-то аппаратуру для кухни, холодильник, микроволновку, моечную машину и так далее, и так далее, то есть только купите, ну и в Икеа, когда я снимала старый видосик, показываю, что народ, посмотрите, как здорово, если даже очень маленькие деньги ты имеешь, 12 месяцев можно купить кухню в рассрочку, можно купить 24 месяца, до 36 месяцев дают кухню в рассрочку, только купи, и если у тебя эта карточка от Икеа Фемили есть, конечно, еще 0% ты заплатишь, только будешь выплачивать, что ты купил, ну и конечно, коураута и так далее, все присылают большие рекламы, бесплатные, сунятелло, то есть вот тебе придут, измерят, начертят и так далее, только купите кухню у них, не знаю, когда будет следующий бум, и на что, одно время в Финляндии, где, например, живу я в спальном районе, у нас находилось и 2, и 3 дизайн-лейки, это вот такие сисус-тушлейки, где можно было купить, начинают покрывал, подушек, светильников и так далее, люди хотели поменять свой стиль, дизайн и так далее, ну и у нас, конечно, был очень красивый магазин Пуссука, вот такой тоже, он, к сожалению, закрылся, и многие магазины закрылись, люди не покупают, они уже, у них есть определенный стиль, и если какие-то новые наволочки, или новые какие-то занавески нужны, они поедут в Икеа, и купят, как говорится, дешево-сердито, или пойдут в тот же Юск, теперь Юск находится тоже в моем спальном районе, где много для дома, для семьи, и мне кажется, этих магазинов для дома, для семьи, есть на каждом углу, только придите и купите, но вот такого дизайна, как раньше были магазины, издания и так далее, конечно, люди, может быть, раньше бы и купили, но теперь вот бум на эти кухни, и несколько лет назад, мы смеялись с приятельницей, у нее муж владелец, вот такого, который заказывают работы на улице, у них тоже был, всегда график на год вперед, люди хотели сделать новые участки, конечно, посадить цветы, газоны, сделать очень красивую, искусственную траву, которая поднимается просто в течение четырех недель, и так далее, конечно, вот никогда не знаешь, на что следующее, на что на следующее глаз положат финны, ну и когда я спросила у Сату, что нанимаете вы новых работников, конечно, к продавцам кухни я никогда не смогу быть, я в этом понимаю, ровно как ничего, это все равно нужно какой-то строительной, строительной, вот такой, строительную какую-то школу иметь, и понимать в этом, ну, конечно, и медведя в цирке могут научить крутить велосипеды, да, необучаемых нету, но вот как-то кухонь продавать, меня еще, как говорится, не берут, ну, я спросила, что берете ли вы новых, к сожалению, новых не берут, и да, кухня продажа, это очень большая проблема, потому что у людей старые дома, старые подводки, и теперь, если дома старые делают будки ремонти, вот перекрывают новые, новые коммуникации с водой и так далее, да, в этом надо разбираться, к сожалению, я в этом такой профан, и я знаю, что Сату все-таки профессионал, она имеет строительное такое образование, умеет облицовывать, умеет облицовывать, начиная от туалета, ванной, сауны и так далее, ну, конечно, она супер продавец кухон, и спросила я, что вообще, как дела, когда мы встретились, мы не виделись год, я, конечно, тоже соскучилась по своим подругам финкам, но вы помните, ограничения есть, и финны в этом планозаконопослушные, но так как у Сату уже было сделано две прививки, я, конечно, пригласила ее и вовнутрь зайти, и так бы мы встретились только, вот, когда-то на улице попить кофейку, да, ограничения еще есть, и, как говорится, никто, может быть, кто-то и посмеется, но финны, они законопослушные, и они эти ограничения соблюдают, но Сату похвалилась, что вот такой бонус, они все получили, работники этого магазина, и она на март купила путевку в Таиланд на две недели, и улетает туда со своими подругами, с финками, но здорово, что вот такая система есть, что есть возможность, как говорится, и деньги, что, на куда их потратить, что у вас, какие у вас делают ремонты, или люди зажали, подвязали, ремешок, ремонтов не делают, и денег ни у кого нету, может быть, и такая система, я, например, знаю, что у нас соседи, многие делали в этом году террасы, вот из такой композита, Леви, это такая доска, которую не надо ни мыть, ни красить, и зимой она не скользкая, но вот еще не смогла пойти поснимать, они должны выйти в отпуск, и они пригласят меня, хочу пойти снять, какую террасу они построили, подписывайтесь, не хворайте, с вами была Оля из Тампре, всем физкульт-привет! Субтитры сделал DimaTorzok